Какой провал в банке тебе заполнился больше всего? Провал. Ну, или какая-то проблема большая, связанная с банком? Ну, безусловно, когда мы не разместили в свое время первые наши российские облигации, у меня было такое шапкозаказательское настроение в 2007 году. Сейчас мы слепим банк, там equity, капитал, поднимем кучу банков и начнем делать бизнес. И уже Оливер Хьюз, мой партнер SEO, пришел. И мы начали выпускать евробанды, это было октябрь 2007 года. Российские облигации. И мы хотели разместить 1 миллиард. Вот, что сейчас смешная цифра для нас, скажем. Но мы смогли разместить только 300 миллионов, и это было для меня огромное фиаско. И я помню хорошо, мы сидели в том еще маленьком офисе, и я такой сидел, и я не понимал. Я всем объяснял, я ездил на интершоу, я говорил, вот какой я крутой. И мы сделали в 10 раз лучше, чем я объяснял. Они на меня смотрели, все, смеялись. И кто-то даже обещал, нагло врал мне, как там вот Винокуров такой, с которым обиделся очень сильно, с Кит Финанс. И говорит, да, да, на самом деле даже заявки не поставили. Я просто сидел, я реально плакал, и Оля пришел тоже заплакал. Мы сидели, реально плакали. Потому что я не мог понять, как люди, которым я это объяснял в 2 недели, что это будет круто, и они мне говорили, что да, мы в тебя верим, они даже не купили вообще меня. Это было очень большое разочарование. Суки, блядь. Ну как, потом отправились? Быстро? А? Или наоборот такой драйв появился дополнительно? Ну да, это был такой даун, а потом мы всех, всем отомстили. Понятно. Смотри, есть очень много вопросов как раз про... А сейчас они бегут, просят нас. Вы выпусти, пожалуйста, 3 миллиардика хотя бы, хотя бы 5 еще, дайте нам, дайте.